Для участия в конференции, ежегодно организуемой православным приходом святителя Амбросия Медиаланского в столицу Ломбардии, в Милан, прибыли преподаватели вузов, ученые, духовенства из других регионов Италии, а также России, Украины, Беларуси и других стран. Традиционно амбросиевские чтения начинаются божественной литургии. Ее впервые в Милане совершил архиепископ Егорьевский Марк, руководитель управления Московской патриархией по зарубежным учреждениям. Нынешним летом владыка Марк назначен управляющим италийскими приходами Московского патриархата. Я раньше бывал в Италии, чаще всего бывал в Риме, а вот теперь нужно, конечно же, делать упор не только на Рим, но и на Север, потому что здесь огромное количество наших людей, которые нуждаются в помощи, поддержке. Готов слышать и услышать голос каждого из вас, дорогие братья и сестры. Если у вас есть какие-то мысли, предложения, пожалуйста, направляйте их в Рим моему секретарю Атсалу Антонию. И все ваши мысли, идеи, предложения, инициативы мы, конечно же, будем рассматривать. И то доброе, что в них и полезное, что в них содержится, будем, конечно же, стараться развивать, если это будет возможно. Стоит отметить, что Амбросиевские чтения – один из состоявшихся международных форумов, который нашел свою реализацию благодаря приходским инициативам. Много потрудился в деле его становления архимандрит Амбросий Макар, настоятель прихода свидетеля Амбросия Медиаланского. Мы верим, Владыка, что с вами мы совершим очень многое для Милана, для Италии, итальянской диаспоры нашей, которая нуждается в развитии, действительно, в вашем опыте, Владыка, для того, чтобы здесь новая диаспора утвердилась и принесла плоды своего служения в инославном мире, в том числе. После литургии состоялось открытие шестых образовательных амбросиевских чтений. В конференции приняли участие и православные, и католические богословы, общественные и церковные деятели. В этом году чтения были посвящены 1700-летию Миланского эдикта, документа, давшего христианам свободу вероисповедания. Участники форума обсудили вопросы истории. Феномен христианизации общества Римской империи в IV веке обсудили и значение Миланского эдикта в свете дискриминации христиан во всем мире в XXI столетии. В наше время есть попытки того, что можно называть разрушением тех основ, которые были созданы благодаря Миланскому эдикту. Было бы неправильно кивать все на кого-то другого. Все это связано с жизнью христианской в странах Европы. Те проявления язычества и антихристианства, которые мы видим в наше время, происходят и имеют место благодаря слабости христиан, благодаря тому, что мы христиане оказываемся плохими христианами. Как пример, в самой Италии, стране с глубокими католическими традициями, недавно реализовывалась попытка убрать распятие из средних учебных заведений. Слава Богу, что это не получилось. Но, тем не менее, это была проба сил, и проба сил очень уверенная, поскольку вопрос обсуждался в международном суде в Страсбурге. Господь благодаря императору Константину дал возможность свободно исповедовать нашу веру. Но, увы, мы не можем сохранить наше христианское наследие, отметил владыка Марк. Поэтому издание «Миланского эдикта» является, с одной стороны, событием радостным, которое позволило церкви стать на ноги, создать христианскую цивилизацию и приобщить сотни народов к вере Христовой. Но, с другой стороны, мы не должны закрывать глаза на то, что происходит в наше время, в наши дни. Более подробно об итогах конференции в следующих информационных материалах. Восточноевропейское бюро телеканала «Союз», Италия, Милан.